так здравствуйте друзья мы с вами на связи кто кого покусал с того как соньку укусила за ногу пчела мы стали искать откуда она ее укусила оказывается они просто вот здесь вот проделали дырку и и сделали улей сделали улей да как ты сказал там они детей воспитывают скажи пожалуйста нам говорили ой ребенка жалко ребенок ревет давай и что сломать мы сломали нет почему потому что они живые и они приносят больше пользы так и в школе то не проходили вы хоть что-нибудь помнишь почему такое польза мы про пчелы не проходили пчелы волосы это одно и то же в данный момент так ладно теперь скажи пожалуйста я до сих пор удивляюсь как елена александровна погладила погладила осой и она а теперь можешь вот это чтобы понятно было чему я клоню вот значит почему ее не укусили я не знаю может потому что может им просто показалось что она совсем никакого вреда не несет то есть пчела не почувствовала в ней врага а в сонике наверное почувствовала тем более не зря в ногу упустила и так вывод делаем если это не трогать их то тогда они не жалят и мы не стали уничтожать были с их детками так вот а почему еще знаю что я тебе скажу вот неделю назад я я не стал эту тему поднимать и тебя звать но ты во-первых не просто очевидец ты мой как бы сказать как бы это сказать получается что мы единомышленники смотри неделю назад показали художественный фильм да какой красочный как человеческая цивилизация уничтожила разумную цивилизацию насекомых причем с такими же городами вот с яслими со всеми уничтожили целиком и вдруг два часа назад по телевизору опять это показывали представляешь какой ненависть возбуждает людей у меня тоже не кусают пчелы единство кусали у детства когда босиком ходила но кто агрессор кто наступил на пчелу пчела в чем виноват не в чем ну ладно соня идите дальше я сам буду разбираться дело в том что друзья настолько ненависть к этому царству она пронизала пронизала все поры наше общество я еще буду буду приводить пример я не успокоюсь до самой смерти буду это все а мне бог посылает такие случаи такие вещи вот и это не будет нудно лам теперь мы начинаем сейчас я обвиняю алексея виноградова и троценко павлов они мне опять испортили очередной вебинар который должен был посвящен и обещал только груша посмотрите вот ну еще из кто испортил еще испортил нам этот самый наш президент дело в том что он поменял половину министров том числе и министр сельского хозяйства вот мое пожелание будущего министра сельского хозяйства жаль не сбылась моя мечта чтобы им стала женщина но я нашел эту картинку не специально об ней бог посунул когда лазил по интернету вот такая должна быть знаете почему читаем это секунда постулат железова министр любого направления перед назначением должен был был добиться успеха в своей профессии вот то есть это дама с дубинкой должна была быть всю жизнь садоводом прежде чем стать допустим министром или тот кто сейчас там а получи высокую должность взять палку и гнать в шею воров дураков и бездельников вы знаете сколько их там в школьном образовании когда дети дети это не просто отменили эту программу которой я учился изуродовали до такой степени что сейчас школа превратилась дурдом вот это же касается и сельского хозяйства и академии наук ну как же надо что-то изобретатель скажет зачем вы тут сидите ладно это меня наболело теперь присылает мне николай я не разбирался может быть где-то у меня есть у меня много писем пропало и не знаю кто это николай но он видимо не простой человек вот учитывая то что я уже сказал про пчел провоз которая по ненавистью тот кого кусают окружены да вот вот ко мне обращается не спешите сначала посмотрите обдумайте вот и мне приходится вот три небольшие темы сейчас с вами обсудить прежде чем доберемся до груш вот постараюсь коротко смотрите у меня двумя приемами прислал вот столько роликов да естественно это надо год или два мне потому что я не могу просто так не надо понимать о чем речь идет ну что я сделал я поблагодарил николая и сказал и вернее вам говорю я только посмотрел часть вот этого первого фильма можете посмотреть сами значит я впервые знаете как трудно быть одному на однопланете страшно трудно невероятно психологически трудно ведь иногда чувствуешь не может же быть чтоб тысячи людей которые научили нас уничтожать деревья были неправы но может они не уничтожают и вот открыл этот фильм у меня какой-то момент на глазах стояли у меня мужика который такие боли в жизни терпел невыносимые которого и не это из резинки не выдавились меня вот значит такое вырезать из живота гнилые куски мяса без анестезии вот ничего закалял свою волю так вот мне слезы на глазах были смотрите потом я вас призываю посмотреть знаете почему сейчас сидит может быть человек 50 как задержка то все кто-то уже выключил компьютер может быть 50 или 100 ну через месяц будет 500 опять 500 и не больше но это очень мало представляете себе зал огромный зал так типа нашего этого кремлевского дворца съезда гигантский зал набиты людьми которые ему аплодируют он рассказывал тоже что я вам рассказывал все это лето зиму весну и осень и снова эту зиму он все это рассказывал примерно так же не лучше не хуже я только себе зарубку на память смотрите значит и потому что здесь есть один момент который я не догадался и вы сейчас поймете чем речь идет значит ну понятно мы с вами это учеба это очень важно потому что от этого зависит все ведь я не зря говорю не трогайте почву что любая патрульная почва только уменьшает эту самую его ценность вот но никак не увеличивает все это дурь перекопал помните эти самые сколько вы что только меня слушали давай перекопаем это значит чтобы улучшится это кислород сомжение кислородом вот ладно не буду я это дальше их это пинать и так нормально чем сказал корень корень значит он сам по себе ничего добыть не может ему должны все это поднести а дальше в чайной ложке 100 миллионов бактерий вот они и должны мы все это поднести жарь он не вспомнил про грибов но он и не ставил такую задачу он немножко другого типа человек да вот и он видит то что видит там в лесу видел это ладно далее то что я я вам говорил о роли корней роли грибов и вдруг он сказал так а понимаете для меня это открытие у меня слезы на глазах были чуть ниже я объясню почему а пока это так как музыка для меня что корень вырабатывает уже дерево вырабатывает сахар и этим сахаром кормит то что окружает корни вы поняли почву сахаром кормит а я-то до этого не затумкал вот понимаете почему это я считаю что вот николаю за этот фильм не знаю бы как благодарен сахаром кормит вот вот это важнейший момент да теперь он рассказывает он диск фактического лесоруб он заготавливает лес но видит то чего не видит ученые не видит академии наук не видит вот представьте себе ближе ко мне ближе к теме я аж волнулись перевожу на нормальный язык что он идет чтобы не заблудиться в тайге берет делает зарубки на деревьях значит такое видно это к стесывание коры там до мяса для того чтобы но это я как бы уже своими словами что после этого происходит после этого его слова на дерево накидываются грибы запятая бактерии запятая гниль запятая прекращается рост вы понимаете эти я не к вам это тем тысячам у них сейчас тысячи новых последователей это все кто автоматом на свои эти переносит на свои сайтами везде свои блоги эту дурь что дерево нужно калечить 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 вот помните вот он про зарубку сказал а вспомните или он или или это мне уже с другого места я вспоминаю забьем гвозди задушим проволокой напугаем до сих пор аукается 19 век дальше что при этом через десять минут его слова эти миллионы микро организмов приносят к дереву корням все что нужно для долечивания раны а садисты далее значит теперь значит чудо творение молния дерево изувеченное до предела сам чудом спаси вот знаете что было дальше а его слова тысячи жуков которых вроде бы не было нигде вот просто не видно вот лес большой на это единственное дерево набрасывается тысячи жуков и начинает его жрать но он не говорит что это это понимаете когда мы в саду уничтожаем деревья уничтожаем не со злобой но как я сейчас и говорю со звериная злоба это как бы со стороны видно что звериная злоба на самом деле некоторые я с любовью это делал делала пока не уничтожила сад вот вы понимаете что творится это означает что дерево ослаблено и на него накидываются кто только может мы ниже опять про тлее вернемся и прочее вот много интересного я приготовил вам не обязательно мы сегодня закончим потому что то что я говорю это я говорю от души я есть так старался ждал этого тут еще технический сбой у меня уже нервы на пределе у меня уже давление только потому что сказать объяснить что я не один на этой планете весь и один до городской сумасшедшего двое это уже двое вы понимаете тысячи жуков и как он их называет сказать он их называет но я называл как вспомните я называл санитарами леса а он их называет это полиции образно он немножко дальше от садоводства чем я образно полиции почему он так говорит сейчас где-то у меня второй листик а вот тут и это самое дальше не буду я прям продолжать и на это мы остановимся самое главное хотел сказать то что я вам сейчас сказал вот вот это нужно знать вот этот человек но он говорил час где-то 20 минут и вот то что я вам говорил спокойно размеренно много того чего нас прямо в смысле не касается почему его слушали тысячи людей почему ему каждые пять минут аплодировали это где-то он австрийц да где-то он выступил кто-то пригласил какая-то западная страна он заняты он приехал рассказывать все это и вот почему люди пришли слушать ведь вы кто для вас эрвин том ну ладно мы хочется раз с вами знаем но эрвин том кто такой я до сих пор не знал и вообще он лесоруб лет заготавливает правда с умом не как наши заготавливать который сгнивает тут же а его слушает а нас вот сколько полсотни сесть ладно мне отсюда не видать вот это дальше вот это все смотрите относитесь к этому осторожней я еще раз я николая очень прошу значит меня простить что я так мало посвятил к этим фильмом видел только минут сорок первых фильм все нет времени нет сил нет ничего в этой жизни жизнь она кончается проходит вот так вот и вот получается так здесь относитесь ко всему не так осторожно как я мне просто повезло я нашел один обычный к потому что один из тех кто вот в этих самых фильмах да один из них доктор наук он же перекрыл кислород мне лично железо написав ведущую газету россии тогда была садоводческая газета там академики печатались не стеснялись доктора наук профессора я там за год стал знаменитым меня этот самый лауреатом обозвали а потом бах письмо вы что у меня у доктора наук 18 сортов форм абрикосы выпали как я абрикосы у железова проверять не стали правда извинились передо мной так что поаккуратнее вот к это смотрите но все это изучать на так дальше идем смотрите на эту фотографию вам многим она знакома почему но из манджурцев сыновей она сама удачная он не самый вкусный не самые крупные сыновей просто повезло так поэтому следующее кто мне сегодня испортил вебинар это троценко а вот смотрите это очень важно почему потому что я оказался в клещах еще немного и меня начнут преследовать вот как плагиатора видели мою фотографию кто сомневается что моя у меня еще такой этот самый запасе специалист как винограда алексей он и год установить из какой марки фотоаппарата снята вот и так далее так далее кто хозяин это он умеет я не умею смотрим значит троценко перри переписывается и часть моих материалов размещал на сайте очень крупном сайте польза наверняка большая я же должен рассказывать что не не трожьте деревья и не калечьте их вот помните это для анекдота как меня получил премию меня даже книгу выслали я занял первое место в конкурсе за одну фразу зимой никаких прям при подготовке зиме ничего делать не надо вот так это вот тот самый сайт и вдруг он прекращает меня печатать так вот и пишет от моей имени троценко как бы я по имени здравствуйте лариса вы когда всегда меня ругали что использую свои же фото ранее еще где-то были используем интернете сейчас нашел на вашем сайте как кто-то использует мой перейти столько интересов как тот использует мои фотографии на этом еще и зарабатывает и не просто зарабатывать еще обмануть покупателей своей же мальчик деревьев нет ну вот смотрите что такое крупный сайт это еще и это доска объявлений вот пожалуйста ладно открывать не будем это сделано видео как копии фотографии что ли так ну а дальше переписка началась и так сказать доброй ночи мы будем разбираться разбираются теперь так я нашла эти фотографии в винете в материалах относящихся к вам и убрала эти позиции с коммерческих предложений маркете по указанию у вас есть исходники вот кстати слушайте дальше самое интересное представляете что они продают это опять троценко этот красный абрикос был у меня в саду один раз дали он пожелтел это это как бы я пишу от моего имени придумали сорт северное сияние накупили дешевых саженцев продают что попало себе на радость ну и дальше пример вот он приводит а ладно но это все но и наконец эта фотография уже в нашем брошюре которая как-то никто не старается покупать и вдруг подключается это как у меня всегда так там на небе кто-то нитки дергает сейчас поймете потому что сады урала это крупнейшая фирма крупнейшая я до сих пор считал что они худо-бедно а свое выращивают вот ну хоть что там попроще понятно и что мы видим значит мне присылают несколько фотографий виноградов и внимание как мне это смотрите что получается тут ведь как вы потом поймете к чему я говорю меня уже запрещают мои собственные же эти фотографии смотрите как вы ничего не видите трудно увидеть сады урала ну подумаешь украли одну фотографию меня теперь они не украли они просто взяли допустим при нормальной фотографии выбрали эффектную да они не знали что это железо ну пускай так они допустим не знают цена дешевая но это обычно по такой цене не выращивают потому что у них себестоимость рублей 500 800 штучного саженца а здесь это понятно что первая мысль перекупщики ну допустим миралеева а она хозяйка допустим она все честный человек смотрим дальше опять фотография опять моя вот что здесь написано сады урала теперь она находится не только тут интернете я теперь не могу и пользоваться я свои фотографии пример с тем сайтом было вторую теперь я не говорю эта фотография моя а теперь написано что она выращена в этом самом у них вот он логотип или как он называется следующая третья фотография это мой чернослив эта фотография лет 15 вот когда-то первое у меня только она 20 еще еще не было интернета она уже была в этих моих статьях третья четвертая опять моя фотография опять сады урала и заметьте помните до сих пор я что-то не вижу я что-то не вижу я говорю говорю присваивали мошенники украли теперь она не моя на все вот а выводы чуть позже сделаем пятая фотография опять сады урала а заметьте как они это какая мне фантазия слива вега кстати все пять четыре из пяти фотографий это это сувенир востока плюс чернослив так одна чернослив смотрите вега есть я что-то не вижу а горлица до горлица это я прикалываюсь над ними да вот тут что такое так 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 уральские злори да уже уральские ну и так далее поняли да и это тоже достойно конечно достойно только люди не достойно это еще не все мы сейчас подведем к тому что где откуда дровички это очень важно друзья нам надо отучить от этих мошенников тысячи тысячи людей которые выбросят деньги до копейки а плюс им опять расходы на время потери деньги на реабилитацию на восстановление на бесполезное все равно умрут смотрим дальше это тоже сады урала видели мою фотографию сам нашел стоило набрать только мне сады урала думаете все вишни вот это не просто вишня и столько лет это фотографий у нас это самый первый рожай был который я получил я в девяностом году ездил на украину сидито девяносто третьем она заплодоносила девяносто четвертом ладно посмотрели вот это пока не читаем теперь я хочу сказать следующее наверное мне надо сейчас как же это сделать то или уже дальше не пинать в общем смотрите жалко время я бы вам еще столько показал гражданка миролеева смотрите глаза а если эти все фотографии в данном случае 7 штук остальные естественно тоже не ваши почему сказать скажите пожалуйста где вы выращиваете эту всю красоту а еще еще черешни же врач вас еще и через есть там еще круче вот где вы это все взяли откуда вы это все взяли вот короче откуда дровишки ведь вы же людей подставляете вас же написано что это нового светловская область ну ладно проехали теперь смотрите это я разобрался с теми кто ну что мне делать то крупнейшая фирма мне что судиться с ними я пока жду просто от них ответа вот и все тут еще будем искать он видите сколько красота какая но это все пропускаю и это пропускаю я подготовил сразу два вебинара они очень оба важны и очень будут полезны но нам надо заканчивать фотография сада да я скажу фотографию по 10 минут рассказывать с любовью на дальнем плане видите ни одной нет тропинки почва взрослым не почва а все должно быть не только почвы и не непри неподвижным смысле не тронута но и даже снег даже ходить нельзя нельзя нарушать это вот их как только начинается вот теперь начинается жрать мыши тут надо притаптывать один из способов именно этот притапывание потому что мыши не любят открытых пространствами ждут совы соколы ждут и у нас отпечатковым преступления вот так вот там где взрослый сад не вздумайте даже подходить это хороший мой совет добрый почему каждый мой совет повышает ваше праздничное настроение представить их прийти в сад и ничего не делать вот ладно это раз повторяю я выбрал фотографии взрослый сад не только дерн но даже и снежный нас неприкосновенный и молоденький сад вот эти сажать могут ну у нас такое пожелание сразу 100 граммовые плоды получить без прививки она ну ее и уже не отменишь я же скажем практически разговариваю переписка в фильме высылаю в фильме рассуждения где не все однозначно если королевский опылил академик или академик королевский наверно будут крупные плоды вот этот миф что будет мелочь уже не проходит но их уже нет остались бай серафим это тоже роскошь если бай или серафим опять же академик королевский опылить получше опять плоды 50 70 то есть 100 грамм когда-то кончится предупреждаю далее манчжурцы 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 их тоже могли опылить бай серафим можно ждать чудо а можно не дождаться но у нас сложилась такая мы бросаемся в крайности я потом может найду это у меня не получается складно от одной темы к другому мне слово весьма кажется железногорска кажется это северный красноярск у меня нет времени разбираться кажется я не помню уже фамилию кто прислал но там у него получилось мои материалы что вот такое по роскошнее замерзли подмёрзли а что попроще причем даже помню там бай попадался те почему-то прекрасное чувство то есть и человек уже получив первые какие-то результаты он уже делает выводы а это 500 километров на север на сегодняшний день они вроде правильно то есть он присылает мне письмо чтобы я разместил мы потом его увидим но вот не сразу или может не сегодня я извиняюсь не тону в этих письмах так вот у него получается логика очень холодно ну естественно догадать 500 километров на север там из 40 градусов считать тепло да значит что значит выводы сделал а вот теперь вопрос а в эту это сам это зима где красноярске было и минус 3 минус 2 и ноль и минус 10 и по моему за 20 за 30 вообще ни разу не было таких теплых зим не бывало тогда вопрос ладно эту зиму естественно у нее ничего не померзнет это уже понятно если весной не будет раннего побуждения а потом морозов то есть перепадов таких крутых это не исключено может быть и еще хуже будет чем по 40 градусов мороза нету противоядия против вот этих оттепелей вот и тем не менее у меня сомнения я смотрю за погодой по всем планетам то есть я уже оговариваюсь по всей планете да когда бывали морозы в прошлом году в америке минус 40 у нас в это время и близко такого не было по россии что там речь идет не о том что глобальном потеплении речь идет о смещении полюсов есть такое понятие полюс холода вспомните как замерзала америка якутия 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 амикон это самое верхоянск и прочие эти самые вот в севере якутии с атлантического не подходит и с тихого не подходит тепло вот там и холодно практически что-то не как в антарктиде вот а кто сказал что это не навсегда и вот тут получается так наоборот акценты такие там где всегда было тепло а вспомните как замерзала америка она же показывает по телевизору но это кому интересно тот видел как она замерзала про канаду там где прекрасно себя чувствовали теплолюбивые растения у нас они нигде хорошо не чувствуют опять был разговор у меня с ростовом я сюда мы тебя дам не примеречился этот разговор суховея ни одного абрикоса нет был еще звонок опять оттуда еще раз про это поговорили держ спрашивается то им расти то ну ладно уберем у дебильную обрезку дебильную перекопку почвы все уберем эти самые изъя мы не будем туда как опять как это самое сады урал опять туда 2 ки как она сказала суньте 2 ки 2 семёнки туда 2 ведра ничего не будем заниматься ерундой вот может быть и на урале амбрикосы расти будут вопрос теперь в качестве кто там где слишком считалось тепло северный кавказ юг россии этот самый ростов астрахани и прочая кубань допустим туда на все что надо запустить наши маньчжурцы скромные но вот там и таких нет а мы до сих пор будем куда давай на север они же замерзнут на севере крупноплодные а живознодорск я бы сейчас своему другу предложил 500 которые на север наоборот а кто сказал что завтра все не поменяется навсегда а может уже навсегда поменялось а кто выиграет это как золотые призки первым достали самое богатое кто позже приполз на лыжах победнее кто еще позже а самый последний нанимались уже богатым работать потому что уже так и тут вот это мое рассуждение сейчас или самый главный момент продолжать эти письма что она пришлете то пришлете на ваш выбор я говорю всех по десятку всех по десятку всех вот куда дорого всех по десятку это тысяч пять а бутылка стоит стоит сколько я смотрел допустим если вино считается это самое не отравлено значит восемьсот коньяк идет с лета с двух тысяч и а тут получается сотня косточек да то есть 200 косточек да вот за пять тысяч это получается дорого но ведь за этими двумя сотнями стоит сажен сад который тут же автоматов становится лучше во всем регионе не только в районе да на каждом участке есть места получше похоже в одном конце деревни как не писали у меня у нас в одном конце деревни все растет другом все замерзает но на то есть причины вот теперь еще такой момент и дальше про груши и так я это писал него мне писал каталог а значит и вам подходит время статификацию сухих семян начале слив а в феврале остальных видов слива уже я заостричировал но а и феврале будут там вишни абрикосы и так далее в сырой песок и опять в холодильник до высылки теперь так уже ну это детали черешни нет жардели нет культурных груш семечек нет абрикосов бродского нет ладно нету так вот целом уникальная коллекция цела вот часть ее маленькая на этом далее дело в том что многие хотят про построить дом потом посажу сад где гарантия что они последний год высылают это все где гарантия это где не и допустим пока где-то мой абрикос начнет расцветать других регионах у меня может быть случиться что иссадыч если это он не готов к глобальному потеплению если это действительно такое посмотрим что будет погибнуть он не погибнет а будет его у меня я ведь не за это боюсь нет я буду заворажать ближайшего года нету зимы нету 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 в марте как даст мороз уже у меня были 30 раз мороза в марте были были такие морозы у меня уже прививки первые и те погибли вот и все и прощай нет дерево будет живое прощай врожай так вот кому надо запасайтесь я оставил немного семян всех еще даже слив вот сухими это для тех кто хочет запастись почему проверено вспоминайте целый год я высылал прошлогодние был такой вот когда не было полностью урожай абрикос вот нареканий было два-три на сотни это это терпимо вот это непонятно еще почему не добавишь это влаги песок вот и не всходят так так еще вернусь на секунду к этим самым вы видели ласточки на гнезда они делают сознательно там детей выращивают вы сейчас только видели как осы сделали домик а теперь вспомните самого Чарльза Дарвина который отменил религию в принципе то что сейчас дай бог на сотню и два-три верующих искренне остальные еще еще там процентов 20 претворяются верующими вот то есть ведут обычный образ жизни со всеми этими грехами так вот когда он отменил религию и до сих пор самое страшное что священнослужители используя науку науку которая дошла до того что знает что такое геном знает что такое молекулы ДНК знает что вероятность случайного получения этой молекулы вот этот товарищ который мы говорили да там он вспоминает об этом что одна и та же клетка у нас и у растений вот и вот пришла пора религии переходить наступление один я уже сколько собрал таки не мог не самый первый насекомый который появился на земле сделать этот эту самую домик вся эта история развития генетики якобы это поломки генома поломки генома объясните как поломки генома привели пчелу осу к этим сотам вы видели как соты устроены вот вы видели а вы знаете насколько мы тупые а вы переместитесь в это самое на 1000 лет назад сейчас это модная тема называется попаданцы вот ну всю жизнь умел рулить на ну и что а там машины нет а ты лошадь запрягать умеешь нет ничего не умеешь вот так и тут и сдохнешь там с голоду в лучшем случае тебя это на цепь посадят и заставят лаять или там вместо собаки так вот это страшная вещь когда религия отступила так и осталась там я понимаю я люблю и извините это еще немножко потрачу ваше время это очень важно я я сегодня сегодня пока я с огромным уважением отношусь священнослужителям особенно к пресоским священникам я дружил с нескольким это не просто люди это фанатики это люди я имею ввиду фанатично преданное в лучшем случае фанатично преданное своему делу это труженики мы без них не мыслим себя жизни вспомните до чего мы в церковь ходим вот но сама церковь я имею ввиду верх 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 почему они остались тут куда их загнал этот арминизм куда их загнал этот самый атеизм да это же так да не пускают в вашу школу не пускают учить детей а знаете почему потому что дальше вы не можете я к тем обращаюсь кто на самом верху вы не можете отойти от этих канонов только от того что одно и то же цитировать в священной книге посмотрите вокруг ведь все что сделано даже ласточка все что сделала это оса пчела вот муравьи эти термиты это невозможно представить себе нету дарвина тут никакого как рожает этих как ее назвать то безобразная гусеница великолепную бабочку это ж даже дети знают слово трансформер четыре трансформации как при чем тут дарвин то школу надо не просто надо было нанимать ученых надо было не защищаться идти в атаку надо защищаться не просто так не 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 ограничиться этим не до того обидно посмотрите это вчера показали как эти это самое как нужду справили на вечный огонь ребятишки наши наболело я вчера увидел я спать не мог это уже не первый случай это уже не первый случай и что сегодня у меня в митинг превратился разговор смотрим дальше вот это вот Сережин питомник да это я к той Миралеевы пожалуйста покажите сад маточный для того чтобы вы понимаете у вас там есть вишни черешни то есть вещи роскошные там абрикосы чтобы все это иметь надо иметь несколько гитаров благоносящих сад не только чтобы сфотографировать свои фотографии где-то брать черенки и где-то все это вот где оно ну почему никогда нигде этого нету ни у вас ни сотни других или честно скажите откуда я тогда вам прощу то что вы украли мне фотографии мне теперь же не дают из-за этого то мне надо новое делать у меня уже все украдено вот это ужас какой-то сколько все украдено ладно сейчас покажу а потом уже дальше смотрите вот это вот сайт Железова так я набрал всего два слова внимание смотрите сайт Железова в Яндексе вы можете повторить вот посмотрите что это во что превратили меня уже скоро это уже не вы не вы будете я буду кричать королу украли а меня посмотрите я сейчас буду листать вот здесь есть десяток фотографий моих друзей и может быть найдется какое-то количество фотографий ну просто случайно сюда попавших не я же это все городил вот ну реклама куда без нее да видите я мог бы про каждого рассказать каждый дерево имеет свою историю посмотрите это я пока маленькую часть вам показал а потом я в данном случае хочу за собой ставить право использовать собственные фотографии чтобы вот этот лагеря убрала эти самые их хотя бы другие там же полно фотографий не хуже моих их тысячи в интернете это умудриться это умудриться точку то попали а семь фотографий там есть двух четырех десятков умудриться если кто то вас подставил ну ничего я дождусь извинения от вас вот видите в самом центре почти в центре вот штук сорок этих магазинов используют чтобы вас задурить повернули на 90 градусов все они узнают видишь как дурят вот так грибы дома вырастите попробуйте грибы из лесу принесли воткнули а у нас все можно воровать можно это я еще половину не пролистал тут есть уже не думайте что я у них не знаю как они вообще это не знаю как сюда что попадает как они автоматически или как как я буду доказывать что это мое до того обнаглеть что уже логотипы вешать на мои сады Урала вырастите попробуйте померзнете помохните ночами не поспите все даже быстрое знакомство есть такая такая фотография стоит бесконечный труд две вот хватит я еще половину не пролистал все и вот это украдено на чужих сайтах тут же найдёте, это только вот тут, на маленькой, маленькой частичке. Вот это украли надолго, мне просто время не хочется больше терять на это дело, о, видели, а кто-то у меня в экипе, я никогда так не делал, ну хоть тут же, спасибо, хоть это не украдут, ладно, ещё половина больше осталось таких, возвращаемся к себе домой, вот. Через почти час мы начинаем говорить про груши, итак перед вами ещё раз питомник, вот такой должен быть питомник, и вспоминаем Наталью Матвееву, которая её письмо ко мне, мы не смогли вообще прочесть, это долго, трудно, последние слова, золотые, будущее замене питомниками, когда-то на семинаре я сказал, каждый из вас должен уехать и стать питомниководом семинара. Она эти слова запомнила, мини питомники. Дальше расширяться до бесконечности. Начинать надо вот так, вот. Вот. А не так, как другие, помыкались-помыкались, нищета, всё понимаю, и давай закупать партиями. Вот. Интересно, Адмиралевы ответят или нет, или хотя бы, ну, увидите, как исчезнут фотографии, значит, реакция есть. Вот. Я, если с каждым судиться, обстал миллионером, только на это нет ни сил, ни желания, ни времени. А теперь смотрим. Итак, выпрыгнули.